Майка А за столиком стоя Бульоны такие крепкие, куриные В чашечках фарфоровых И пирожки печеные с мясом Или сосиски С горчичкой, с хлебом Аудиокнига своими руками Студия Барабаны судьбы Читает Александр Водяной Василий Шукшин Критики Читает Александр Водяной Деду было семьдесят три Петьке Внуку тринадцать Дед был сухой и нервный И страдал глухотой Петька не по возрасту Самостоятельный Длинный Был стыдлив и упрям Они дружили Больше всего на свете Они любили кино Половина дедовой пенсии Уходила на билеты Обычно подсчитав к концу месяца Деньги Дед Горько и весело Объявлял Петьке Их, ухайдакали мы с тобой Пять рубликов Петька до приличия Делал удивленное лицо Он чего Прокормит Говорил дед Имея в виду Отца с матерью Петьки Дед Петьке Доводился по отцу А нам с тобою Кино это до пользы Садились всегда в первый ряд Потому дешевле Ну и к тому же дед Лучше слышал Но все равно Половину слов Он не разбирал А догадывался По губам актеров Иногда случалось Что дед вдруг Ни с того ни с сего Начинал хохотать А в зале-то никто Не смеялся? Петька толкал его в бок И сердито шипел Ты чего? Как дурак А как он тут сказал? Спрашивал дед Петька Шепотом пересказывал Деду в самое ухо Не снижая темпов Хе-хе-хе-хе Негромко смеялся Дед уже над собой А мне-то Не так показалось А иногда дед плакал Когда Кого-нибудь убивали Невинного Эх вы и люди Горько шептал он И сморкался в платок Вообще-то он любил Высказаться По поводу того Что видел на экране Когда, например Там горячо целовались Он усмехался И шептал Ох, дают черти Хе-хе Ты гляди Гляди Хе-хе-хе Если дрались Дед, вцепившись руками В стул Напряженный Внимательно Следил за дракой В молодости, говорят Он охотник был подраться И умел Не, он тот Не то Слабый А этот Ничего Верткий Впрочем Фальшь он чуял Ну и ну Обиженно говорил он Это они Понарошки Разве Так дерутся Так кровь же идет Возражал Петька Тэ Кровь Ну и что Нос он же Слабый Да и потихоньку И то Кровь пойдет Это не в том Дело Ничего себе Не в том Конечно Не в том На них Шикали сзади Зрители И они Умолкали Основной спор Начинался Когда выходили Из клуба Особенно В отношении Деревенских Фильмов Дед был Категоричен До жестокости От хреновина Заявлял он Да так В жизни Не бывает Почему Не бывает А что Разве Этот парень Тебе глянется Какой парень Ну тот С гармошкой Который В окно Отолазил А он Не лазил В окно Поправлял Петька Он Точно Помнил Все Что Происходило В фильме А вот Дед Путал И это Раздражало Петьку Он Только К окну Лез Чтобы Спеть Песню Нет Лез Я Вот Один Раз Помню Тоже По лес Было А что Он тебе Не глянется Кто Ну Кто Кто Парень Тот Который Лез Сам Говорил Про него Ах Парень Не вот Настолько Дед Показывал Кончик Мизинца Ваня Дурачок Какой-то Поет И поет Ходит Никак Не умолкнет У нас У нас Вон Тоже Такой Ваня Дурачок Был Все Пел Ходил По Домам Так Он же Любит Начинал Нервничать Петька Ну И что Что Любит Ну Вот И поет А Поет Говорю Да Его бы Давно На смех Подняли Такого Ему Бы Проходу Не было Хе Любит Когда Любит То Стыдятся А этот Трезвонит Ходит По всей Деревне Но Какая Же Дура Пойдет За него Он Же Не Серьезный Парень Твой Этот Мы Вот Помню Поглянется Девка Так Ты Ее За Две Улицы Обходишь Потому Что Словестно Любит Ну И Люби На Здоровье Но Зачем Че Зачем Зачем Же Людей Смешить Мы Вон Помню Опять Мы Да Мы Так Сейчас Люди Другие Стали А Чего Это Они Друг Другими Стали Всегда Люди Одинаковые Ты Вот У нас Много Видел Таких Дурачков Так Это Ж Кино Все Так Нельзя Сравнивать А Я И Не Сравниваю Я Просто Говорю Что Парень Непохожий Вот И Все Увесь Скаж Стоял На Своем Дед Не Похожий Так Он же Всем Глянется Смех Смеялись Люди И Я Даже Смеялся Ты Ты Маленький Ишо Поэтому Тебе Все Смешно А Я Вот Небось Не Засмеюсь Где Попало Со Взрослыми Дед Редко Спорил Об Искусстве Просто Не Умел Начинал Сразу Нервничать Обзывался Один Раз Только Крепко Схлестнулся Он Со Взрослыми И Этот Единственный Раз И Навлек На Его Голову Беду А Дело Было Так Посмотрели Они С Петькой Картину Комедию Вышли Из Клуба И Дружно Разложили Ее По Косточкам И Ведь Что Обидно Сами Ржут Черки То Бишь Актеры А Тут Сидишь Ны Хоть Бых Ны Даже Усмешки Нету Горько Возмущался Дед Вот У тебя К примеру Была Усмешка Нет Признался Петька Один раз Только Когда Они С машины Перевернулись Ну Вот А Ведь Мы Же Деньги Заплатили Два Рубли По Старому Они Сами Посмеялись И Все Главное Пишут Комедия Поддержала Петька Комедия Да По Зубам За Такую Комедию Надавать Пришли Они Домой Злые Призлые А Дома В это Время Смотрели По Телевизору Какую-то Деревенскую Картину К К К В гости Приехала Петькина Тетя Сестра Матери Петьки С Мужем Из Горда И Вот Все Сидят И Смотрят Телевизор Дет И Петька Не Переваривали Телевизор — Это я когда еще холостым был, а брат Микита женился, так вот я любил к ним в горницу через щелочку подглядывать, так вот и телевизор ихний. Все вроде как подглядываешь, — сказал дед, посмотрев пару раз телевизионные передачи. Ну вот, значит, сидят все и смотрят. Петька сразу ушел в прихожую учить уроки. А дед остановился за всеми, посмотрел минут пять на телевизорную мельтишню и заявил, — Хреновина, так не бывает. Отец Петьки обиделся. — Помолчи, тядь, не мешай. — Нет-нет, а все-таки любопытно, — сказал городской вежливый мужчина. — А почему так не бывает, дедушка? — А как же бывает? — Э? — Он малость не дослышит у нас, — пояснил Петькин отец. — Я спросил, почему так не бывает. — А как же бывает на самом деле? — По-вашему? — громко повторил городской мужчина, заранее почему-то улыбаясь. — Дед презрительно посмотрел на него. — А вот так и не бывает. Ты вот и смотришь и думаешь, что все это за правду. А вот я, когда глянул, сразу вижу, никакой он не плотник. Он даже топор правильно держать не умеет. — А не у нас критики с Петькой, — сказал Петькин отец, желая немного смягчить резкий дедов тон. — Нет-нет, это очень любопытно, — опять заговорил городской. — А почему вы решили, что он топор неправильно держит? — Да потому что я сам всю жизнь плотничал. — Ох, дедушка, — встряла в разговор Петькина тетя, — разве в этом дело? — В чем это, — не понял дед. — Да в вашем топоре мне вот, к примеру, гораздо интереснее сам человек, понимаете? Я знаю, что это не настоящий плотник, это актер, но мне, мне гораздо интереснее. Хе-хе, вот такие, как эта дедушка, и пишут на студии. Опять с улыбкой сказал муж Петькиной тети. Они были очень умные и все на свете знали. Петькина тетя и ее муж. Они даже улыбались, как будто с насмешкой, когда разговаривали с дедом. И деда это очень обозлило. — Вот тебе не важно, а мне важно, — отрезал он. — Тебя им надуть, пара пустяков, а вот меня не надуют. — Ха-ха-ха! — засмеялся городской человек. — Ну что, получила, дорогая? Петькина тетя тоже усмехнулась. Петькиному отцу и Петькиной матери было очень неудобно за деда. — Тебе ведь трудно угодить, тетя, — сказал Петькин отец. Иди лучше к Петьке, помоги ему там с уроками. Он склонился к городскому человеку и негромко пояснил. Наш дед помогает моему сыну уроки учить, а сам не в зуб ногой. — Ха-ха-ха! — спорят друг с другом. — Умора! — Однако любопытный старик, — согласился городской человек. Все опять стали смотреть картину и про деда забыли. А он стоял сзади, как оплеванный. Постоял еще немного и пошел к Петьке. — Ха-ха! — смеются, — сказал он Петьке. — Кто деда? — Да вон! — дед кивнул в сторону горницы. — Ничего, говорят, ты не понимаешь, старый хрен! — Ха-ха! Они-то много понимают! — Да не обращай внимания, — посоветовал Петька. Дед присел к столу, помолчал, потом опять заговорил. — Ты, говорят, дурак! Из ума выжил. — Что, так и сказали? — Э? Я говорю, так и сказали на тебя, дурак! — Усмехаются, понимаешь, сидят. Ишь, умные нашлись. Дед постепенно заводился, — как выражался Петька. — А, профессор кислых щей и его секретарша! — Да не обращай внимания, — опять посоветовал Петька. — Приехали тут! Громотей! Дед встал, покопался у себя в сундуке. Взял деньги и ушел. — Пришел через час пьяный. — Хо-о-о! — удивился Петька. Дед редко пил. — Ты чего это, деда? — Э? — Ну как, смотрят свой телевизор? — спросил дед. — Смотрят. Да не ходи ты к ним. Давай я тебя раздену. — Хе! Зачем напился-то, а? Дед грузно опустился на лавку. — Эх, они, значит, понимают, а мы с тобой ни бельмеса не понимаем, — громко заговорил он. — Ты, говорят, дурак, дедушка. — Ничего в жизни не понимаешь. А вот они зато все понимают. — Денег много, что ли? Дед уже кричал. — А если и много, то не подымай нос. А вот я честно всю жизнь горбатился. И я же теперь сиди и помалчивай. А вот и профессор, как и артист в телевизоре, сроду-то пора в руках не держали. Дед разговаривал с дверью, за которой смотрели телевизор. Петька растерялся. — Не надо, не надо, — успокаивал он деда. — Давай я тебя разую. Ну их. — Нет, постой, я ему все скажу. Дед хотел встать, но Петька удержал его. — Да не надо, деда. — Ишь, финтифлюшки городские. Потом дед как будто успокоился и притих. Петька снял с него один сапог. Но тут дед опять чего-то вскинул в голову. Опять глаза его безрассудно заблестели. А я им одно слово могу сказать. Взял он сапог и пошел в горницу. И Петька на этот раз не сумел удержать его. Вошел дед в горницу, размахнулся и запустил сапогом в телевизор. Вот вам, и плотником вашим. Экран в дребезги. Все повскакали с мест. Петькина тетя даже взвизгнула. — Ишь, умники понаехали. Усмешки тут строют, — закричал дед. — А ты, городской, когда-нибудь топор держал в руках? Или хотя бы видал его сблизи-то? Отец Петькин хотел взять деда в охапку, но тот оказал сопротивление. С грохотом полетели стулья. Петькина тетя опять взвизгнула и вылетела на улицу. Петькин отец все-таки одолел деда. Заломил ему руки назад и стал связывать полотенцем. — Ну, удосужил ты меня! — Удосужил, родитель! — зло говорил он, накрепко стягивая руки деда. — Спасибо тебе! Петька перепугался насмерть и смотрел на все это широко открытыми глазами. Городской человек стоял в сторонке и изредка покачивал головой. Мать Петьки подбирала с пола стекла. — Удосужил, батяня! — все приговаривал отец Петьки, нехорошо скалился. — Эх ты, сынок! Родного отца повязал, как каторжанина. Дед лежал на полу унес лицом, терся бородой окрашенную половицу и кричал. — Ты мне усмешечки городской, а я тебе одно слово. Слово скажу тебе, и ты замолкнешь. — Если я дурак, как ты говоришь! — Да разве я так говорил? — спросил городской мужчина. — Да не говорите вы с ним, — сказала мать Петьки. Он сейчас совсем оглох, бессовестный. — Вы меня с собой за стол сажать не хотите? — Это ладно, пускай, — кричал дед. — Но ты мне тогда скажи, ты хоть один сруб срубил за свою жизнь, а? — А ты мне же говоришь, что я в плотниках не понимаю. Да я половину этой деревни своими руками построил. — Ну, удосужил, родимчик, тебя возьми. — Удосужил, — приговаривал отец Петьки. И тут вошли Петькина тетя и милиционер, здешний мужик Ермолай Кебяков. — О-го-го! — воскликнул Ермолай, широко улыбаясь. — Ты чего это, дядя Тимохвей, а? — Удосужил меня на радостью кто, — сказал отец Петьки. Милиционер хмыкнул, почесал ладонью подбородок и посмотрел на отца Петьки. Тот согласно кивнул головой и сказал. — Так надо! Пусть там, у вас, переночует. Ермолай снял фуражку, аккуратно повесил ее на гвоздик, достал из планшета лист бумаги, карандаш и присел к столу. Дед притих. Отец Петьки стал рассказывать, как все было. Ермолай пригладил за скорузлой темной ладонью жидкие волосы на большой голове, кашлянул и стал писать, навалившись грудью на стол и наклонив голову влево. — Гражданины Новоскольцев Тимохвей Макарыч. Одна тысяча... Он с какого у вас года рождения? С девяностого. Так и запишем. Одна тысяча девяностого года рождения. Плотник в бывшем сейчас сидит на пенсии. Особых примет нету. Выше указанный Тимохвей 25 сентября сего года заявился домой в состоянии крепкого алкоголя. В это время семья мирно смотрела телевизор. И гости еще были. Так. Как кинофильм-то назывался? — Не знаю. Мы уключили, когда там уже шло, — пояснил отец. — Про колхоз. Так. За главе хвильма не помнят. Знают одно. Шо про колхоз. Тимохвей тоже стал смотреть телевизор. Потом он сказал. Таких плотников не бывает. Усе попросили Тимохвея оправиться. Но он продолжал возбужденное состояние. И опять сказал, что, мол, таких плотников не бывает вранье, дескать. Руки, говорит, у плотников совсем не такие. И стал совать всем свои руки. Его еще раз попросили оправиться. Тогда Тимохвей снял с ноги правый сапог, размер 43-45, яловый, и произвел удар по телевизору. Ну, само собой, вышиб все нафиг. Нет, не так. Все на свете. То есть там, где обычно бывает видно кино, ну и все другое. Старший сержант милиции Кибяков. Ермолай встал, сложил протокол вдвое, спрятал в планшет. Ну, шо ж, пошли, дядя Тимохвей. Петька до последнего момента не понимал, что происходит. Но когда Кибяков и отец стали поднимать деда, он понял, что деда сейчас поведут в каталажку. Он громко заплакал и кинулся защищать его. — Куда вы его? Деда, куда не тебя? Не надо, тять, не давай. Отец оттолкнул Петьку, а Кибяков засмеялся. — Эй, что, жалко дедушку-то? — Сейчас мы его у тюрьму посадим. Сейчас. Петька заплакал еще громче. Мать увела его в уголок и стала уговаривать. — Ничего не будет с ним. Ну, что ты плачешь-то? Переночует там ночку и придет. А завтра ему самому стыдно будет. — Ну, не плачь, сынок, не плачь, не маленький. Деда обули и повели из избы. Петька заплакал на взрыд. Городская тетя подошла к ним и тоже стала уговаривать Петьку. — Ну, что ты, Петенька? В отрезвитель его ведь повели, а не в тюрьму. — Хе-хе-хе, дурачок, в отрезвитель. Он придет, скоро придет. Утром свежий, как огурчик. У нас в Москве, знаешь, сколько водят в эти самые отрезвители? Петька вдруг вспомнил, что это она, тетя, привела милиционера. Грубо оттолкнул ее от себя. Пошла ты, мол, куда подальше. Городская. Залез на печку, и там долго еще и горько плакал, уткнувшись лицом в подушку. Залез на печку. Залез на печку. Залез на печку. Субтитры создавал DimaTorzok